Давая оценку напряженности гравитационного поля согласно общеизвестной наивной концепции Ньютона мы представляем себе следующее. Напряженность увеличивается по мере приближения к телам. Это хоть и основная бытующая в современной науке точка зрения, но она однобока и наивна. Фундаментально надлежит речь вести как минимум о двух самостоятельных понятиях – о локальной напряженности и о базовой напряженности гравитационного поля. Базовая напряженность гравитационного поля определяется комплексом тел, то есть всеми телами во Вселенной. Речь идет о поле имеющем невероятно большой потенциал. Ряд ученых утверждает, что принцип НЛО мы понять не можем, он якобы физически невозможен. Живой организм, находящийся в НЛО, будет претерпевать такие перегрузки, что не сможет выжить. Подобную точку зрения озвучивал, в частности, уважаемый академик Велихов, замечательный человек. Давайте посмотрим, что имеет место на самом деле. Предположим, мы установили человека на некую платформу и приложили усилия к этой платформе. Платформа начинает перемещаться. Естественно, человека останавливают, сдерживают силы инерции. А теперь давайте посмотрим, как дела обстоят в случае с гравитационным полем. Гравитационное воздействие распространяется на все тела, имеющие массу, то есть распространяется и на платформу, и на человека, на ней находящегося. В каждой точке, каждой клетке человека приложена та же сила, которая приложена к самой платформе. И если под действием смоделированного гравитационного пуля платформа устремится в каком-либо из направлений, в том же направлении начнет перемещаться и человек и все, что находится в данной зоне, в данной системе. При этой схеме движения человек в принципе не будет подвергаться никаким перегрузкам. Та же ситуация и с перемещением вертикально, и с перемещением в других направлениях. При перемещении вверх человека не будет вдавливать в платформу, то есть буквально возможно создание реальной физической системы, которая будет перемещаться в пространстве в пределах до половины скорости света. И человек в рамках такого устройства не будет подвержен никаким перегрузкам. Ни одна современная система технологически не может конкурировать с подобными устройствами. Самая современная авиатехника одномоментно выпадает из всяческой конкуренции. Ей просто недоступны такие скорости. Вторая подробность – так называемый гравитационный щит. От аэродинамики подобных устройств заботиться в принципе не требуется. В аэродинамическом смысле форму корабля определяет буквально капсула, состоящая из силового пуля и всего того, что в этом поле находится, всего того, что это пуля тащит вместе с кораблем. Ограничений посреди никаких нет. При входе в атмосферу никакого сопутствующего горения наблюдать мы не сможем. Капсула не имеет жесткого контура, обеспечивающего трение. Корабль с равным успехом может перемещаться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, так и под водой. В одном случае он окружен капсулой из воздуха, в другом капсулой из воды. При этом капсула выполняет роль тарана. Формально даже нет ограничения и на перемещение в твердых породах, как это фантастически и не звучит. Обшивка корабля не будет повреждаться, она даже в привычном смысле не будет контактировать со средой. В силовом плане картина следующая. Предположим, некий объект, пускай это будет пушечное ядро, встречным курсом на большой скорости приближается к кораблю столкновение неизбежно. По мере приближения объект начинает испытывать все большее воздействие сил гравитации, направленных навстречу. Сила увеличивается обратно по порционально квадрату расстояния. В конечном итоге наш объект, так и не приблизившись к обшивке корабля, вязнет в капсуле и соскальзывает в сторону. Сам корабль и все, кто в нем находится, при этом могут даже не ощутить это внешнее воздействие, поскольку речь идет не о поле генерированном самим кораблем, а об отсечении внешнего поля, того поля, которым пронизано все пространство, того поля, которое создается именно комплексом небесных тел. Именно с этим измененным внешним полем контактирует любое внешнее тело, приближающееся к кораблю. Эта силы практически неимоверная, причем в анирегетическом плане это неисчерпаемый источник энергии. В результате данного потребления энергии мы ничего не утратили. В результате данного потребления энергии мы буквально на микродолю замедлили общий разлет нашей Вселенной. Причем разлет замедлился на самое трудно вычислимое значение, а вся энергия досталась нам. Это неисчерпаемый ресурс. При таком энергетическом ресурсе мы можем осуществлять буквально что угодно. Мы можем перемещать материки, перемещать планеты, мы можем обеспечивать энергией все потребности человечества. Почему это доступно уже сегодня? Потому что мы знаем все про это поле. Никакой скрытой недоступной информации нет. Если мы расположим в пространстве подобные технические устройства и начнем воздействовать на базовое вселенское гаитационное поле, начнем изменять показатели оного хотя бы на незначительную долю процентов в одном из направлении, то все тела находящиеся в этой области будут подвержены воздействию. Вне зависимости от того насколько велика их масса, тела устремятся в заданном направлении. Количество масс в этой схеме действительно не является определяющим, поскольку работу исполняет не наше частное, а базовое вселенское поле, которое мы лишь незначительно изменили. Если мы развернем подобный контур, например возле Меркурия, Меркурий устремится в нужном нам направлении. Если мы развернем подобный контур возле Сатурна, начнет перемещаться с Сатурном, и это реалии сегодняшнего дня, это технически достижимо на всех этапах от построения устройств до любых последующих действий. Мы можем отводить от Земли любые астероиды и нам не требуется ничего взрывать. Мы можем монопольно использовать данные технологии. В рамках классической наивной теории для отрыва корабля от Земли требуемая эффективность гравитационного установки составляет больше единицы или 100% и выглядит следующим образом. Простыми словами, для отрыва от Земли мы должны преодолеть земное тяготение, для этого необходимо построить устройство, воздействующее на гравитационный спектр. То есть, если мы встали на некую площадку, ограничивающую тяготение, то эффективность ограничения должна составлять минимум 100%, но мы при этом не получим вектора на отрыв от Земли. Достигнув эффективности 100%, мы лишь достигнем невесомости, силового равновесия. Чтобы взлететь требуется еще какая-то доля процента. Но в реальности по действительным физическим проявлениям дела обстоят в принципе не так. Гравитационный потенциал базового поля константа. Требуемая эффективность гравитационной установки, показатель, отражающий необходимую меру использования в процентах физического явления для достижения заданного результата, рассчитывается как за эффективность требуемого в процентах, отношение массы из Земли к массе большего из известных наблюдаемых физически возможных тел. Требуемая эффективность в этом случае составляет малые доли одного процента. То есть, имея достижимое на практике значение. Продолжение следует...